Бегут все от мала до велика. В Ульяновской области в 10-й юбилейный раз прошла всероссийская акция Кросснации. Центральный старт в 4-й раз принимала Ишеевка. К дистанцию вышли более 1300 жителей Ульяновского района. 57-летний Рашид Хусаинов самый почетный гость Кросса нации. Он победитель и призер перенства Европы среди ветеранов. Такие регалии многим участникам акции пока даже и не снились. Особенно воспитанникам детских садов. Их первыми отправляют на трассу. Возможно они не понимают значимости, но заряд бодрости, энергии в них уже присущ, им присущ. И в общем-то воспитатели, которые разговоры вели с родителями и самими детьми, они настраивали их на победу. Самые активные участники Кросса нации, конечно, школьники. Среди кроссменов их больше половины. Для них дистанция около километра. Стартуют одновременно, с улыбками на лице. Финишируют запыхавшиеся, отдавшие все силы, но очень довольные. Я не занимаюсь так-то бегом, но это интереснее. Хочется вот так прям, как рвется все. Там как энергия идет от тебя, ты прям хочешь бежать вперед, вперед. Кубки и медали не главное, констатируют и взрослые спортсмены. Многие из них спортом занимались только в детстве и студенчестве. Потом работа, семейные заботы, не до спорта. Но потребность движения, берет реванш. Я считаю, что вот такие вот мероприятия, как Кросснация, они, ну, во-первых, наверное, создают тот спортивный дух для всех нас. Действительно, бег, спорт – это самое такое демократичное спортивное событие. Кросснация действительно объединил всех. И мне кажется, что этот праздник по Ульянской области прошел замечательно. Более 12 тысяч ульянцев вышли на старт Кросса нации 2016 года. Это на уровне прошлых лет. Констатирует беспристрастная статистика. В числе победителей много воспитанников тренера Натальи Шагиевой. Среди них Никита Степанов и Евгений Козлов, которому вскоре предстоит участие в национальном чемпионате по Кроссу. Михаил Сашанский, Новость Ульянской правды.